В эфире студия Репортер. Меня зовут Валерия Володина. Здравствуйте. После пожара в детском лагере Виктория спасатели выявили нарушение правил пожарной безопасности почти в каждом проверенном учреждении. Об этом и не только будем говорить начальникам пресс-службы областной ГСЧС Андреем Мельниковым. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем непосредственно с проверок. Какие объекты в первую очередь подлежат проверке? На распоряжение Кабинета министров Украины, на распоряжение главы Одесской областной государственной администрации на данном этапе проводятся неплановые проверки объектов с массовым пребыванием людей, а именно это общеобразовательные школы, это медицинские учреждения, это дома престарелых и инвалидов и это объекты отдыха и оздоровления людей. Таких объектов на территории Одесской области почти 1700-1692 объекта. Есть решение о проверках этих объектов и на данный момент проводится. То есть где-то примерно до середины декабря. То есть до конца этого года? Да, до конца, можно сказать, до конца года эти проверки должны быть закончены. На данном, на сегодняшний день более 600 объектов уже проверено. Нарушения есть, эти нарушения по возможности устраняются прямо на месте. Основные нарушения это, конечно, отсутствие системы пожаротушения, отсутствие пожарной сигнализации, есть эвакуационные выходы заставлены или закрыты, замурованы. То есть есть такое, как огнетушители не в порядке, то есть привычные средства пожаротушения. То есть недостатки они есть, они на месте устраняются. Составляются акты? Составляются акты, вручаются предписания. Значит, это в случае, если выявлены, скажем так, очень серьезные нарушения. А очень серьезные это какие? Ну, нарушения действительно очень, ну, есть серьезные нарушения. Там, когда не выполняются вообще нормы пожарной безопасности, это будет докладываться губернатору Одесской области. Вот на такие объекты будут подаваться иски в суды, вплоть до закрытия или объекта, или части объекта, обеих этих объектов, этих учреждений. То есть предпринимаются все меры для того, чтобы каким-то образом привести эти состояния хотя бы вот в нормальное противопожарное состояние, выполнив самые элементарные, самые элементарные, скажем так, противопожарные действия. Это, я говорю, в первую очередь, это наличие перевышенных средств пожаротушения, это наличие пожарной сигнализации, это наличие и дееспособность эвакуационных выкодов, это схемы эвакуации, то есть необходимые внутренние направления при эвакуации, это стрелки, обозначение выходов, то есть самые-самые элементарные правила. Но кроме проверок, то есть на этих объектах также проводятся дополнительные инструктажи с сотрудниками этих объектов, с персоналом, проводятся тренировочные эвакуации, как в медицинских учреждениях, так и в детских учреждениях. Извините, это вот как часть проверок? Это как часть проверок, то есть то, что раньше было отдельно проверки было, а отдельно были, согласно норм, были, ну раньше проводились, скажем так, и они и проводятся, и проводились, и проводятся такие тренировочные эвакуации, то они сейчас вот в ходе проверок, они проводятся, То есть еще раз лишний раз потренироваться, мы считаем, это необходимость. То есть напомнить еще раз, как действовать в той или иной ситуации. Вы сказали, что это внеплановая проверка. А вот плановые проверки, как часто они проходят? Ну, если мы берем учреждения школьные, то есть это среднеобщеобразовательные школы, это дошкольные учебные заведения, они проверяются перед началом. Вот школа проверяется перед началом учебного года. Эти проверки были, они были проведены. Конечно, традиционно они проводятся, они были проверены, все школы. Но после вот этих трагичных событий в городе Одессе было принято решение еще раз повторно проверить все объекты. И было разрешение, уже приняли такое постановление, кабинет министра разрешить эти проверки. И на данный момент эти проверки проводятся. То есть, я думаю, это правильно, это необходимость еще раз, еще очередной раз проверить, дабы как-то заставить руководителей этих объектов, что я говорю, хотя бы минимально соблюдать хотя бы минимальные, но необходимые элементарные пожарные требования на своих объектах. Мы знаем, что вот в случае с Викторией, да, детским лагерем, там тоже в июне была проведена проверка, было предписано устранить нарушение, но, к сожалению, ничего не произошло. Вот в этих актах, которые составляются, там указаны какие-то сроки? Конечно, устанавливаются определенные сроки, будут проведены повторные проверки. Если действительно объект находится в совсем плачевном противопожарном состоянии, то на такие объекты подаются иски в суд для того, чтобы этот объект был либо частично, либо полностью закрыт. То есть, я думаю, что сами руководители должны понимать, что на их территории находятся дети, находятся взрослые, неважно, находятся люди. На многих объектах это с ночным пребыванием, то есть люди там спят, и ночью может произойти все, что угодно. Это касается и домов престарелых, это касается объектов здравоохранения. Поэтому это в интересах самих руководителей, чтобы у них соблюдались хотя бы самые элементарные правила противопожарной защиты. И вот Вы уже говорили о том, что проводится инструктаж с сотрудниками. Такой инструктаж, он тоже проводится только во время проверок, или есть все-таки какая-то стабильная работа с сотрудниками? Нет, эта работа проводится постоянно. Проводится. Вот сейчас у нас идет очередной сезон, это осенний-зимний период. Мы плавно переключаемся с весенне-летнего на осенний-зимний. И планомерная работа по обучению и напоминанию населению, по дворовые обходы, работа с трудовыми коллективами, работа с неблагополучными семьями, с многодетными семьями, с людьми пожилого возраста. Это касается и в городе Одессе, и в Одесской области, так называемые подворовые и поквартирные обходы, где мы обучаем население. Так же самая эта работа ведется, как и обучение детей, мало того, что она ведется, например, в школах, она ведется и самими преподавателями, то есть, скажем, руководствами, преподавателями учебных заведений, так и нашими сотрудниками, которые даже проводят такие открытые большие уроки для всей школы с эвакуацией, с показом пожарной техникой, с показом и сами дети, где могут поучаствовать вот в этих, скажем так, показательных выступлениях, попробовать и даже посидеть в машине, одеть пожарную боевую форму, попробовать потушить импровизированный огонь, то есть, это проводится круглый год, такие вот и уроки, и такие вот встречи, поэтому эта работа не останавливается. Ну, вы уже заговорили о начале отопительного сезона, давайте перейдем к этой теме. К сожалению, мы знаем, что с началом отопительного сезона увеличивается количество пожаров, вот о причинах, давайте об этом поговорим. Ну, да, с началом, скажем так, осенне-зимнего периода люди начинают обогреваться, обогреваться различными способами, и так вот сложилось, никуда от этого не денешься, статистика увеличивается количество пожаров в жилом секторе. Вот вы заговорили о статистике, насколько она разница, вот топительный сезон и нет? Ну, есть увеличение, я не могу сказать в процентном отношении, потому что летом это пожары, скажем так, на открытой территории, зимой это пожары больше, допустим, в жилом секторе. Вот, но такое увеличение пожаров есть. Есть увеличение и в гибели травматизма людей. Ну, основная причина – это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов, при эксплуатации печного отопления. Это курение в нетрезвом состоянии взрослых непосредственно в жилых помещениях, потому что на улице холодно, они переходят, скажем так, курить уже в свои жилища. Вот, и никуда не денешься, но это статистика, это пожары с участием детей, неосторожное обращение с огнем в зимний период тоже имеет место. Вот, поэтому именно вот в ходе вот такой профилактической работы с населением мы особое внимание обращаем на это, какими электронагревательными приборами можно пользоваться, не только электронагревательными приборами, потому что зимой, если, допустим, в теплое время в одну розетку у человека, в удлинитель включены, допустим, телевизор, микроволновка и там утюг, то зимой в этот же удлинитель еще включается, скажем так, электрокамин, и порой вот такие вот удлинители не выдерживают напряжения, происходит короткое замыкание, что приводит к пожарам. Поэтому наша задача и задача наших сотрудников об этом еще раз напомнить людям, потому что каждый год мы об этом говорим, каждый год мы проводим вот такие вот выходы среди населения, проводим вместе с сотрудниками полиции. Расскажите об этом подробнее, вот как это происходит на практике? На практике очень просто собирается такой коллектив, куда входят наши сотрудники, входят сотрудники полиции, сотрудники социальной сферы, сотрудники местных органов, руководители местных органов самоуправления, то есть представители власти. И вот такие вот есть списки, в управлениях социальной защиты есть списки. Я же говорю, в первую очередь это неблагополучные семьи, многодетные семьи, люди пожилого возраста. Вот приходим в дом, еще раз напоминаем о правилах пожарной безопасности, о правилах вообще в целом безопасности. Помогаем, проверяем печи, если это печи, электроприборы, смотрим электропроводку в каком состоянии. Очень много случаев, когда на местах наши сотрудники помогают даже исправить эти недостатки, потому что или дедушка, или там бабушка, которая живет одна, дети, внуки редко вспоминают о них только по мобильному телефону. Поэтому мы вот с нашими коллегами обязаны как-то помочь, как-то отреагировать на это дело. Вот на местах прямо еще раз напоминаем о правилах. В основном люди знают, люди помнят об этом, но вот не всегда бывает просто соблюдают те или иные правила пожарной безопасности. Поэтому вот такие вот обходы, они на территории всей области проходят. Поэтому это практически каждый день. Поэтому наша задача, чтобы людей как-то обезопасить и сохранить им жизнь. Вы уже начали об этом говорить. Вот все, кто чаще всего становится жертвами таких вот пожаров? Ну, разная категория людей. Вот, ну, в основном это, ну, очень много случаев, это люди без определенного места жительства есть, люди, которые злоупотребляют алкогольными напитками. И в таких случаях иногда люди, которые курят в доме, в своих жилищах, квартире или дом, потому что были случаи, когда из-за халатности одного человека гибнут, скажем так, люди, которые к курению абсолютно не имеют никакого отношения. Был такой случай в Одесской области в прошлом году, когда при курении погибла целая семья, достаточно молодая, скажем так, папа, мама и двое детей. Курение мамы в постели. То есть, когда на место приехали эксперты, было установлено, что курение в постели, ну, когда все обстоятельства там составили, как что могло произойти, то это было курение в постели, ну, скажем так, этого было достаточно, потому что погибло двое малолетних детей и супруг. То есть, вот такие случаи. Покурил один, погибло четверо. То есть, случаев достаточно много. То есть, вот такая категория людей. Бывают, конечно, и трагические случаи, короткое замыкание где-то в проводке, погибают обычные нормальные люди. То есть, поэтому наша задача, неважно, к какой категории относится человек, либо ты уже опустился до какой-то грани, там, в связи с какими-то обстоятельствами, или ты нормальный человек. Мы стараемся по возможности, скажем так, задеть все слои населения, прийти ко всем, вот, для того, чтобы полностью избежать и травматизма, и гибели людей на пожарах. Ну, вот сейчас у вас есть возможность еще раз напомнить населению о правилах эксплуатации, обратиться к... Ну, в первую очередь, это если вы обогреваетесь дополнительно или вообще обогреваетесь электронагревательными приборами, обогревательными, то они должны иметь сертификат качества. То есть, их нельзя покупать где-то на стихийных рынках, но стараться не покупать все-таки. Лучше потратить лишние какие-то там 100 гривен и купить нормальный обогреватель, масляный или электро, который имеет сертификат качества. Вот, ни в коем случае не пользоваться какими-то кустарными обогревателями, намотанными там какие-то спиралями на трубу, как это раньше обогревались. Вот, не перенагружать электросеть, потому что часто тоже очень много, это причина пожаров, происходит короткое замыкание. Не оставлять детей без присмотра, тем более не оставлять детей дома с включенными электроприборами. Неважно, это телевизор, утюг, там еще все что угодно. Ну и, конечно же, это какие-то электронагревательные приборы. Что касается, допустим, в сельской местности, это подготовить свои печи, кто еще пользуется печным отоплением, подготовить к отопительному сезону. Есть определенный там ряд требований, это и побелка должна быть, где выявить трещины. Это подготовка вообще, то есть, там, железный лист должен перед топкой быть, дабы то, что выпадает из печи, должно попадать не на деревянный пол, а на вот этот железный лист. То есть, есть ряд требований, которые постарайтесь, да, соблюдать. Ну, естественно, это злоупотребление спиртными напитками, что часто и курение приводит к таким пожарам и гибели людей. Поэтому, если соблюдая вот эти самые элементарные правила, я думаю, мы исключим из нашей жизни как и сами пожары, так и травматизм, гибель. Спасибо вам большое за то, что пришли в студию, за то, что ответили на вопросы. Я напоминаю, что у нас в гостях был начальник пресс-службы, областной ГСЧС Андрей Менник. Меня зовут Валерия Володина. Оставайтесь с репортером.